Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Мы находимся в центре Сан-Гейтс, меня зовут Майкл Мелик. Сегодня суббота, ну и мне хотелось бы закончить цикл передач. На самом деле это была одна передача, одна программа, посвященная субботе. Суббота это у нас день Сатурна. Я напомню, то есть, что можно делать, что нельзя делать. Цвета Сатурна это черный, темно-синий, это серый цвет, темно-фиолетовый цвет. Ну, как видите, я, так сказать, соответствую цвету этого дня. Ну и камень Сатурна это синий сафир. Одно предостережение для тех, в основном, женщин, которые любят украшения. И очень неблагоприятно носить драгоценности, в данном случае кольца, как бы это красиво не было. Скажем так, бриллиант, окруженный сафирами. Или сафир, окруженный бриллиантами. То есть, сочетание одного камня и другого драгоценного камня в одном кольце или кулоне, это не годится. Это прямая угроза, особенно если носить его как обручальное, скажем, кольцо. Даже если это не на этом пальце, то есть, это прямая угроза, может быть, даже и браку. Ну и здоровье. То есть, потихонечку, медленно, все это дело разрушает. Мы об этом говорили в прошлой передаче. Самое, что можно носить, это, возможно, аметист, это, возможно, стальное на пальце Сатурна. Если мы посмотрим, то от пальца Сатурна идет вниз линия. Если перерезанные линии, ну, они делят ладонь на две части, а левая рука – это то, что было у нас, а правая рука – это то, что будет у нас. У нас линии не соответствуют, у нас они разные линии, и мы сегодня строим то, что будет у нас на правой руке. Но это относится, скажем так, к хирологии, поэтому на этом мы не будем останавливаться. Сегодня мне хотелось бы поговорить вот о чем. Да, ну, что нельзя делать? Ну, во-первых, нельзя никаких излишеств, суббота – это день отдыха, никаких сабантуев, никаких замужеств, как обычно, неблагоприятно будем так говорить, никто не запрещает, пожалуйста, но это негативное, короче говоря, всяко бывает, и процент вероятности удач тоже есть, но его значительно меньше, если в этот день делать то, чего не рекомендуется. Спасение утопающих – дело урок средних утопающих, это мы знаем, поэтому право выбора есть у каждого. Не стирать, не убирать, не стричь ногти, не стричь волосы по субботам, несмотря на то, что это вроде бы выходной день на Западе, ну, на Востоке это, вообще-то говоря, не просто выходной день, а это день, где категорически, вообще-то говоря, ничего, вот если бы, ну, кто-то бывал на Востоке, в тех местах, где живут очень и очень религиозные люди, то там даже, то есть телефоны все выключены, понятно, и телевизоры выключены, и свет выключен, то есть вообще, вот пока не заканчивается то, что называется Шаббат, то никто никому не помогает. Там были случаи, в Израиле в частности, я слышал о том, что даже скорую помощь не вызывает, это наоборот, если кто-то там шумит, кричит, чуть ли не камнями забрасывает, несмотря на то, что человеку плохо. Ну, это уже фанатизм, мы сейчас не об этом говорим, но смысл того, что надо соблюдать обычаи. До какой степени в этих обычаях доходить, это уже дело такое, это дело наше. Но вот то, что не рекомендуется делать. Единственное, что можно делать, что самое удивительное и интересное, это делать, заниматься реал-эстейт, то есть недвижимостью. Почему? Потому что как раз-таки Сатурн покровительствует Земле. Что можно сказать по этому поводу Сатурна? Ну, вот, скажем, прямая такая ссылка, может быть, как когда-то был такой Алексей Стаханов. И Алексей Стаханов, который благодаря, там, во имя чего, было такое Стахановское движение. То есть это долбить, добывать уголь на гора, как можно больше. Самое интересное, Стаханов абсолютно не был рожден под планетой Сатурн. То есть он, вообще-то говоря, Юпитер, что он, в общем-то, и доказал, когда принес, скажем, вот такую методику разделения труда. То есть он был там заботчиком, кто-то были там укладчиками, кто-то были собиральщиками. А вместо того, чтобы одному человеку делать всё. Поэтому это, кстати, было его предназначение. Но человек не соблюдал закон природы. И, соответственным образом, потом он за него поплатился и кончил жизнь в доме для куковатых. Сегодня мы поговорим, наверное, большей частью про тех людей, которые родились под планетой Сатурн. И пару мантр, наверное. Ну, во-первых, это люди, которые родились под числом 8. То есть то, что содержат в дате рождения, числе рождения, цифру 8. Это 8 числа, 17 и 26 числа. Вот если взять восьмёрку, то это чистый Сатурн, восьмёрка и всё. То есть это пахари. Это люди, которые чётко знают, что они хотят. Это люди, которые тяжёлым, изнурительным трудом добывают себе средства к существованию. Это такой вариант. Которые своими руками, можно сказать так, не зарабатывают деньги. То есть не головой. Ума не надо, да? Это люди, которые родились 17 числа. Здесь есть нюансы. Почему? Потому что восьмёрка – это главное число, но две второстепенные цифры. Два числа – единица и семёрка. Единица – это Солнце, семёрка – это планета Кету. Это Нептун – планета в западной астрологии. Южный узел Луны, в восточной астрологии. И это люди, которые либо сами очень подозрительны, это люди, которые не хотят менять своё мнение, которое у них где-то как-то сложилось. Это люди, которые всё-таки имеют творческий потенциал, они могут быть очень интуитивны. Это КГБ, КГБ, это ЦРОФ, ФБАИ, как это сейчас там новое название, конечно, есть Федеральная служба безопасности, по-моему, да? По-русски называется. То есть это люди, которые идут непрямым путём, так скажем. Они могут что-то обойти, они могут что-то изобрести, они имеют интуицию, и они могут сорганизовать это всё и поставить себя на службу. Люди 26-го числа, которые родились, это тоже восьмёрка. Главное число, он тут двойка и шестёрка. Вот здесь немного по-другому. Это люди более-менее спокойные, они не такие настойчивые, в плане того, что они не будут, скажем, давить. Они могут просто воспринимать, они будут делать всё равно по-своему. То они будут смягчать свои, скажем, слова. А шестёрка – это люди, которые ещё имеют склонность к творчеству, во-первых. То есть это не рутинная, не планомерная работа куда-то для достижения своей цели, а это какой-то элемент творчества. Более того, они ещё понимают, ну, красоту, будем так говорить, и они вносят в свою работу вот этот вот элемент не только творчества, но ещё и красоты. Должно быть всё очень красиво сделано. То есть они улучшат вот это своё создание чего-то, как они это всё видят. Но они точно так же идут к своей цели. Очень настойчиво, прямолинейно. Они прекрасно знают, что они хотят. Они великолепно всё планируют. Вот это планирование того, что они делают. Они всё рассчитывают. Они рассчитывают это всё по шагам, по частям. И, как правило, добиваются в этом успеха. Они знают, что они хотят. Но они немного относятся к этому, ну, скажем, чувствительные к каким-то вот вещам, которые будут происходить с ними. Почему? Потому что Луна, Луна-двойка, это Луна. Это эмоции. Это какие-то приливы-отливы, да, если мы говорим о воде. То это настроения могут быть вот так вот так, меняющиеся. Это, может быть, люди могут тяжело переживать свои какие-то неудачи. Но, тем не менее, они выправляются. Они продолжают идти по своему пути к своей цели. Более того, все, кто родились под этой планетой, Сатурн, они могут добиться очень больших успехов на любом поприще. Более того, даже в политике. И они могут за собой повести, если захотят, огромную массу людей. Если Сатурн поражен в карте человека, особенно если он соединен, ну, скажем, с Марсом, допустим, там, не знаю, в Девятом доме, то тогда человек может быть очень и очень воинствующим. Он не приемлет никакой критики. Он будет постоянно со всеми спорить, он будет постоянно со всеми ругаться, он будет доказывать. Он может даже творить какие-то противоправные действия совершать. То есть, не знаю, я тебя сейчас прибью. У него желание есть нанести какой-то вот такой удар по противнику. Хотя противник может быть. Он не воспринимает его как человека, который, ну, его не то что критикует, а просто высказывает свое мнение. Он все воспринимает как критику. В этом случае было бы неплохо, опять же, в этот день, в субботу, рекомендуется каких-то бездомных птичек. И читать мантры. Ну, какие есть мантры? Мантры на самом деле много. Если вы захотите, дорогие друзья, найти эти мантры, они есть где угодно. Ну, желательно, конечно, в оригинале эти мантры. Я сейчас не буду, так сказать, их и петь. Сейчас не время. Вот. Ну, есть разные варианты. Мантры. Самая простая, там их много вариантов. По разным случаям. Ом. Звук Ом. Это трансцендентальный звук. В свое время, когда появилось первое создание во Вселенной, материальное создание, человек, бог, полубог, брама, то ему создатель сказал всего лишь Ом. И он получил все знания. То есть, это самая такая универсальная мантра, но только для мужчин. Так вот. Ом. Шанти. 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 Самая простая мантра. Вообще, мантры надо повторять Сатурну 108 раз. И другие тоже, но вот в частности Сатурну. 108 раз, 1080 раз. 10800, 108 тысяч. Ну и, в общем-то, достаточно много этих, надо раз повторить мантру в течение определенного времени для того, чтобы, ну как-то неблагоприятное влияние Сатурна на нас нейтрализовать. Следующая мантра может быть такая. Ом. Намо. Бхагавате. Курмадева. Я. Наш хороший друг Рами Блэкт, кстати, который будет у нас выступать на радио в мае месяце, я с ним уже как бы договорился, он очень хорошо описывает в одной из своих книг, главе, которая посвящена именно Сатурну. По-моему, книга называется, как договорится, со Вселенной можно ее найти. Я не уверен, можно ли ее где-то скачать в электронном варианте, ну, вот, там есть, там описываются эти мантры. Что еще? Какая еще мантра может быть? Ну, наверное, наверное, вот эти мантры достаточно. Вот Ом Шэн Ти, Шэн Ти, Шэн Ти. Вторая мантра – это Ом Намо Бхагавате Курмадева Я. Есть еще мантры, наверное, ну, достаточно этого. Что еще хотелось бы сказать? Ну, вот, смотрите, сегодня у нас суббота. Если мы говорим только про субботу, это именно таким образом. Суббота определяется, что делать, чего не делать. Вот, ну, число-то у нас сегодня, скажем, вот если это совпадает, выпадает на 8-е, на 17-е и на 26-е число, то тем людям, которые родились вот в один из этих, в одной из этих чисел, скажем, все дела надо было бы планировать вот на этот день. Еще раз, дела, которые не связаны с тем, о чем говорил сам начальник. Ну, наверное, все, дорогие друзья, на этом. Это будут, ну, наверное, заключительная, скажем, такая передача небольшая, посвященная Сатурну, как личности. Есть такой очень известный человек, Чех, фамилия его Свобода. Ну, на самом деле он американец, ну, проживает очень давно в Америке. И он написал несколько книг «Величие Сатурна». Любопытно было бы почитать, я мог бы порекомендовать. Единственное, там, конечно, очень жестко все описывается, очень жестко. Сатурн – это очень серьезная личность и достаточно серьезная планета. Это вот надо было бы иметь в виду. Но, тем не менее, всем сатурнянцам и не сатурнянцам я хотел бы пожелать успехов, здоровья и дальнейшего продвижения, познания самих себя, своего «я». Ну, и если у вас будут, друзья, вопросы, комментарии, замечания, оставляйте. Все передачи записываются, выкладываются в YouTube, в Facebook. Мы находимся в центре SunGates, SunGates Radio. Меня зовут Майкл Мелехов. Всем удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok